С одной стороны, мы все время повторяем, насколько важно распространять науку Каббала в мире. Как можно больше и как можно мощнее. С другой стороны, есть какой-то подход, что те, которые пока еще не совсем готовы, давайте оставим их в покое. Но когда мы посмотрим, допустим, на религии, мы видим, что они работают совершенно иначе. Они идут головой в стенку, если надо, они зайдут справа, зайдут слева, через еду, если надо. Вопрос, почему? Почему такой пассивный подход, если это так важно? Потому что они работают таким образом, в котором они не должны исправить желания, они должны привести человека к осознанию, они не должны развить в человеке свободу выбора и осознание зла. Они не развивают человека для того, чтобы он стал свободным и способным к решениям. Они обваливают на человека определенную свою оболочку, закупоривают ему глаза, затыкают его различными обещаниями и различными формами рамок воспитания определенного, страхов относительно этого мира, относительно мира будущего, награды и наказания, которые он выигрывает или проигрывает. Они работают в рамках нашего мира, исходя из формулы палки и конфеты. Мы же, когда мы занимаемся наукой Каббала, мы рядом с человеческим эгоизмом хотим развить его точку в сердце, духовную точку, чтобы он находился между ними двумя, между злым и добрым началом, между эгоизмом как злым началом и точкой в сердце как добрым, духовным. И тогда он будет посреди них свободным и свободным образом решит, с чем он хочет идти, вслед за чем. И, точнее говоря, чтобы способен был, чтобы смог воспользоваться злым началом для добра. И каждый раз продвигаться таким образом. И всегда выбор будет в его руках. Мы действуем таким образом, когда мы растим человека, человеческую часть внутри человека, подобного Творцу, который мыслит свободно, который может сказать все, что угодно, который не боится ничего, нет следующего обещанного загробного мира, все зависит от тебя, нет награды и наказания, не бойся ничего. Мы раскрываем перед ним все. И сейчас, когда ты видишь, что нет ничего такого, делай все, что угодно, вот сейчас решай. То есть здесь ты приобретаешь определенный новый подход к твоей жизни, абсолютно абстрагированный от твоей нынешней жизни. То есть тут есть определенный подъем в духовном строении человека, который выстраивает новую личность, личность человека, подобного Творцу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин